Каждую среду и пятницу в своем недельном цикле богослужений Церковь вспоминает крест, на котором был распят Христос. Более того, в Православной Церкви установлено три особых дня празднования Креста Господня. Третье воскресение Великого Поста, день изнесения честных древ животворящего Креста Господня, празднуемый 1 августа по старому стилю, и воздвижение Креста, празднуемого 14 сентября. 13 сентября 335 года в присутствии императора Константина был освящен Храм Воскресения Христова в Иерусалиме, более известный как Храм Гроба Господня, в честь чего в Православной Церкви установлен праздник обновления Храма Воскресения Христова, другое название – Воскресение Славущее, который предшествует празднику воздвижения Креста Господня, 14 сентября, хотя посвящен событию, произошедшему спустя 10 лет. Этот праздник очень скоро соединился с воспоминанием обретения истинного Креста Христова. Скорее всего, крест был найден около 340 года. Такой вывод можно сделать, сравнив высказывания Евсевия Кисарийского, жившего около 263 года до 340 года, и Кирилла Иерусалимского, годы жизни с 315 года по 386. У первого в описании торжеств при освящении Храма отсутствует хоть какое-то упоминание об обретении Креста Господня, в то время как Кирилл Иерусалимский в своих поучениях огласительных пишет «Вся Вселенная имеет уже части Древа Крестного». Согласно эдесской легенде, крест был найден протоникой, женой императорского наместника Клавдия Претиверии. Согласно историческим фактам, супруги с таким именем никогда не было. Скорее всего, имя происходит от греческого выражения «Первая победа». Однако уже к концу IV века становится более общепринятым другое описание. Более вероятное, что Крест был найден императрицей Еленой, матерью Константина. В своей беседе на Евангелии от Иоанна святитель Иоанн Златоуст говорит, что святая Елена нашла три креста под Голговским холмом. При этом он отмечает, что Крест Господень был опознан по надписи на нем и потому, что он находился посередине. Только в начале V века другие авторы, такие как Руфин Аквилейский и Павлин Ноланский, начинают говорить о чудесах, благодаря которым был опознан Крест Господень святой Еленой и святым Макарием, епископом Иерусалимским. В путешествии Этерии приблизительно 400 год написано, что праздник освящения совершался с особой торжественностью, потому что в этот день был найден Крест Господень. Таким образом, праздник воздвижения Креста очень быстро задмил собой праздник освящения Храма Воскресения Христова. В VI веке Александр Монах в своем произведении об обретении Креста Господня описывает происходящее ежегодно освящение Храма и воздвижение Чеснага Креста. Рукопись конца X века в минологии императора Василия сообщает о том, что в 335 году, стоя на возвышении, епископ при всенародном восклицании «Господи помилуй» воздвигал Крест. Это был первый раз, когда Крест Господень стал допущен народному лицезрению. Скорее всего, именно так выглядела картина торжества со времени обретения Креста Господня в Иерусалиме. А 14 сентября в 64-14 года это впервые торжество было совершено в Константинополе. В Константинополь Крест Господень попал в 628 году, после того, как был отвоеван у персов императором Ираклием I. Согласно истории в сокращении, написанной Никифором Константинопольским, в 633 году патриарх Сергий с крестным ходом нес крест из Влахернской церкви в Святую Софию, где совершилось его воздвижение. Из Константинополя праздник воздвижения Креста Господня распространился на другие центры христианского мира. В Риме он стал отмечаться при Папе Сергии. Воздвижение чеснага Житворящего Креста заключается в освящении всего космоса Божественной Силы, явленной Крестом. Если Христос – новый Адам, то Крест – его новое древо жизни, возвращающее падшему миру райское нетление. В этом празднике Церковь величает Крест Господень, которым разрушено тление и расцвело нетление, и мы, смертные, были обожжены, и дьявол окончательно низвержен. Вечерня, стихира на стиховне 3, глаз 5. В этом празднике весь мир признает, что немудрое Божие – премудрее человеков, и немощное Божие – сильнее человеков. Послание Коринфяна, апостола Павла, стих 25. Кроме этого, в празднике Крестовоздвижения Церковь величает победу Креста над всеми враждебными христианству силами мира сего. Для христиан возможна победа только Крестом Господним, который есть вселенной безопасность. Утренняя стихира, глаз 6. Им варварские народы побеждаются, им скипетры царей укрепляются. Стихира 3, нахвалите глаз 8. Поэтому для империи, которая считает себя христианской, необходимо склониться перед Крестом. Присутствие в богослужебных текстах константиновских элементов придает празднику некоторую политическую окраску. Если в иконографии одновременно изображают воздвижение Креста вместе с его обретением, то в верхней части иконы изображается епископ, подымающий крест, а в нижней части святая Елена с тремя крестами у подножия Голгоф. Самая простая композиция иконы Креста Воздвижения состоит из святого Макария, епископа Иерусалимского, который стоя на омвоне поддерживает крест, показывая тем самым подлинный крест народу. Иподиаконы стоят и поддерживают его по сторонам. На иконе также изображены святые Константин и Елена. Если император и его мать изображены справа, то слева показано какое-либо чудо, происшедшее силой крестной. Это может быть или исцеление больного, или воскрешение мертвого. Как отдельный отклик праздника освящения храма воскресения Господня, фон иконы передает архитектуру этого храма.